У нас все понимают, что организация аналога, и как-то такой пошел резкий старт, одни соревнования за другими, люди действительно готовятся очень серьезно. А то, что касается состава, у нас нет звезд, у нас есть звездный состав, поэтому это было предсказуемо, что и сейчас слабых соперников нет, и на нас готовятся. Это не просто, что приехала какая-то сборная Армении, там все-таки люди представляли страну, и я не думаю, что они там, и с самого начала было понятно, что они не будут привозить слабых спортсменов. Естественно, они привезли, я думаю, один из лучших спортсменов, и поэтому я считаю результаты, по крайней мере, я даже не удивился, если было от ничья, и если мы даже и проиграем. Так что, ну, слава богу, что так получилось, что мы выиграли, что будем готовиться лучше, будем смотреть, надо просто реально рассчитывать свои силы. Вообще, сколько я в жизни был на всяких разных сборах, я выезжал на российские сборы, как и бокс, был на сборах и по боксу, много я тогда в жизни видел. Ну, я считаю, что именно руководство клуба создало достаточно прекрасные условия, когда нужно было нормально готовиться, был ринг, было все, что нужно, все, что необходимо было, как был их спортсмен. Если бы не было этих сборов, еще бы неизвестно, как был результат. Так что нам это очень сильно помогло. Я скажу, что я сам удивился, что человек, насколько профессионально подходит к своему делу, что ему не нужно его там толкать, там гонять, заставлять или уговаривать. Человек знает свои цели и задачи. Он вышел, они знают четко, они работают в команде, тренер знает, что нужно от Емельянинка, Емельянин-то знает, что нужно от тренера и какие цели он сам ставит. То есть человеку просто дано, человеку просто дано, ему открыли дверь, дали меч и завоевывали. То есть как бы мало того, что у него там таланты, все ему как бы дано свыше, и тем не менее он этими талантами умеет пользоваться, и как бы он действительно настоящий работяга. Я считаю, что на сегодняшний день это один из лучших, я думаю, тяжеловесов. Я смотрел ловую технику боксом, стоял с третьим номером в России по боксу с Пимоновым. И там очень-очень прилично выглядит и в боксе, и в дамы техники, и он очень-очень прилично выглядит на полу и в парке. Если даже не брать братьев, то я бы, например, сказал, что Александр сильнее, на мой взгляд, на сегодняшний час. Вот, это как бы мое личное дело. Здесь смешанная единоборность, главное всего уметь и на полу защищаться, и в стойке стоять, и броски делать, и все, и все, и балюру и так далее. Поэтому работы очень много. Сейчас будем больше уделять внимания даже не столько функциональной подготовке, я думаю, функционально они в принципе готовы. Вот. А сколько больше людей работать над психологией, как бы психологические моменты, тактико-технические моменты нужны обязательно на сегодняшний час нам. И нам сейчас нужно, как бы, на мой взгляд, сплотить команду, чтобы эта команда действительно была, ну, как бы, не каждый за себя, а что действительно они почувствовали, что они костят, что они вместе. Вот. Когда один за всех, и все за одного, тогда один борется, там, боксирует, и все его поддерживают, и он чувствует эту поддержку, он чувствует, что команда есть. И тем более, насколько я слышал, что он был в Голосе, это не было слабых ребят вообще. Вот. Ну, я думаю, мы тоже, вот пусть у нас хоть и средний состав, но у нас есть, как бы, и смелость, есть и желание. Ну, ладно. Ну, я думаю, поработаем. Поработаем, посмотрим. Жизнь покажет. Я уже еще раз говорю, что слабых, слабых против нас уже ставить не буду. Сейчас будут готовиться на пересвет однозначно. Раз уже так мы вышли, раз уже так засветились, уже увидели. Как бы, уже так заявили, как бы, о себе. И сейчас нам тоже, как бы, взялся за путник, поворачиваясь назад, надо идти, как бы, вперед. И сейчас просто занять скоростью власти не должно быть. Поэтому нам надо идти только добить по-другому не можем.